Привет, я нахожусь в Сан-Франциско, и здесь у нас есть бесхозное здание бывшего российского консульства. Сегодня мы обсуждали с Виталием Трошиным, кому оно должно принадлежать, и к вечеру я заметил, что наши сообщения пропали, его заблокировали на фейсбуке. Все, что он сделал, это сказал, обратился к общественности с просьбой, давайте выясним принадлежность здания. Россия практически не является приемником СССР. Здание явно когда-то принадлежало именно Союзу Советских Союзных Республик. Это объект, именно страна, которая до сих пор осталась в ООН, не Россия. То есть, соответственно, лица, кто являются гражданами Грузии, Армении и Азербайджана, это Закавказская Республика, а также Украина, Белоруссия и Россия, все они теоретически могут претендовать на какую-то долю в этом здании. Но я считаю, что доля не может быть частная, а может быть только общественная собственность. Практически может использоваться всеми выходцами избивших советских республик. Для чего это здание может использоваться? Во-первых, беженцы политические, особенно те, кто вот только что приехал и не имеют ни гроша с душой, которые вынуждены мыкаться в ужасных условиях. Они могли бы получать комнаты временно хотя бы до получения решения на работу. Второе, люди, которые находятся в ситуации, там, аварию попали, заболели, тоже могли бы какое-то время находиться в квартирах. Шестиэтажное огромное здание, и там непонятно, что происходит. Горит свет, намотан на край цепи вокруг ворот. Никто не видит, кто туда заходит, но кто-то может заходит с заднего хода, потому что там есть бэк-ярд, а скорее всего он заходит именно оттуда. Значит, в посыле Виталика было обращение в официальные структуры, и какие-то свиньи, которые, возможно, уже имеют виды на это помещение, они, значит, нажаловались в YouTube, нажаловались в Facebook, и это пропало. Вот, сейчас мы пытались с Виталиком записать телемост по Skype, тоже у нас не получилось, по техническим причинам. Но я как раз излагаю суд наших вопросов. Значит, вопрос номер один. Собрать подписи людей, выяснить юридическую принадлежность этого помещения, также рассмотреть вопрос о том, что российские власти, они не могут представлять партнера для этого объяснения, поскольку российская власть нелегитимна, и особенно это могут доказать лица, находящиеся за рубежом изгнания. Просто обращение в градостроительственный комитет, в комитет собственности Сан-Франциско, значит, кто-то должен платить за электричество, за воду, налоги, и, в общем-то, может быть, по меня непосредственно можно взять справку налоговой, кто сейчас это все делает. Этим зданием не должны пользоваться какие-то жулики в тайне от всего общества, то есть сотни людей, сотни, которые говорят по-русски, которые вышли от Улы, которые должны подумать, что эта собственность не просто отстранена, там, какое-то государство, друзья, там, Путин, Ротенберген, или какие-то еще фрики. Это собственность большинства, то есть те, кто находится здесь, в районе Бэй-Эрии, чтобы каждый мог прийти, записаться там, например, в очередь, сказать, что я хочу использовать квартиру, я хочу использовать в качестве офиса, и, да, люди должны получать свое время, хотя бы в порядке очереди, эти помещения, этим необходимо заняться прямо с очереди. Благодарю за внимание, пишите нам в комментариях, обращайтесь.